Рисование для всех Ребята, всем привет! Меня зовут Ира и вы смотрите канал Рисование для Всех. В этом видео я буду рисовать сразу двух персонажей из игры Undertale, а именно Эндогена и всеми любимого папируса. Друзья, также если вы не хотите пропустить цикл роликов по персонажам игр, тогда советую подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы вам пришло уведомление о новых выпусках. Итак, начали! Рисуем окружность, голову, к ней подрисовываем челюсть. Для построения проводим оси, одну вертикальную и две горизонтальных. Нажим карандаша пока делаем очень слабым, для того чтобы легко было исправить неточность. Ну а далее все по схеме, которую вы можете видеть слева. Напомню, что серым цветом я обозначаю вспомогательные линии. Папирус – один из скелетов, младший брат Санса и один из главных персонажей в игре. Получить истинную концовку невозможно, если не подружиться с ним. Он мечтает однажды поймать человека, чтобы стать участником королевской гвардии. По внешности это высокий скелет с анатомически неточной структурой черепа. Его рот застыл в улыбке, а глаза без зрачков напоминают вертикальные щели с выражениями, которые он показывает своими псевдобровями. Он носит самодельный костюм, который сделал вместе со своим братом на вечеринку. Папирус называет его своим боевым телом и, по словам Санса, с тех пор не снимает его, даже принимая душ. Костюм состоит из нагрудной пластины с золотыми вставками, красного плаща, перчаток с золотыми вставками, синих шорт и высоких красных ботинок. Несмотря на свой вспыльчивый характер, он очень добр ко всем. Папирус оптимистичен и, как показывается в пути геноцида, верит в то, что протагонист все же добр в душе. Он верит в других людей даже больше, чем в самого себя. Папирус по-настоящему обожает готовить спагетти и занимается этим в свободное время, хотя многие персонажи говорят, что они не так хороши. Протагонист же считает, что его спагетти просто неописуемы. Санс отмечает, что с тех пор, как Папирус стал брать уроки готовки, его способности серьезно улучшились и что, если он продолжит, его еда станет съедобной. Папирус любит пазлы и загадки, но сильно раздражается от постоянных шуток Санса, хотя сам не прочь выдать пару-тройку каламбуров. Но продолжим наш рисунок. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Кстати, папирус у нас практически готов, и на мой взгляд выглядит он просто шикарно. А сейчас обводим линером и раскрашиваем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а сейчас переходим ко второму рисунку. Мне этот персонаж показался очень интересным. Амальгамы – это собирательное название группы монстров, которые из падших в ходе экспериментов Альфис превратились в слившихся монстров. Она ввела в них решительность, чтобы использовать силу души, разрушить барьеры и выйти из подземелья. К сожалению, эти монстры не имеют достаточной физической материи, вследствие чего не могут нормально соприкасаться с миром, и часто трансформируются в причудливых или ужасающих существ. Их внешний вид и поведение зависит от того, из каких монстров они вылились. Например, эндогини, или же как их еще называют эндогены, больше похожи на пса, так как они получаются в результате соединения нескольких собак. Эндогини выглядит как нечеткий силуэт огромной собаки с двумя выделенными ушами над головой, в которой вместо лица виден один рот. Его широкое тело имеет шесть ног, между которыми видны силуэты пяти собак. Ну а продолжим наш рисунок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Надеюсь, мы с Хвостиком никого не забыли. Рубрика теперь выходит регулярно. Так что, ребята, те, кто не получил сейчас привет, не расстраивайтесь. Опишите в комментариях уже под этим видео. И в следующем выпуске вы увидите свои поздравления. Продолжение следует... Вот такой пёхик у меня получился. На мой взгляд, с мячиком он получился очень милым. А сейчас обводим линером и раскрашиваем. Кстати, ребята, напишите, как правильно будет, эндогиня или эндоген, потому что в разных источниках пишется по-разному. Да, если вам интересно узнать, как нарисовать Энджела Даста, то нажимайте на подсказку в правом верхнем углу экрана и смотрите ролик прямо сейчас. И переходим к просмотру ваших работ, которые вы можете прислать мне в группу ВКонтакте. Ссылочку на группу можете найти в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Ребята, спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Желаю вам отличного настроения и до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова